К этой теме мы еще вернемся, а пока о других новостях. Республика может спать спокойно. Преступлений в Чувашии совершают меньше, чем в среднем по России при Волжскому федеральному округу. Об итогах ушедшего года говорили на Координационном совете по обеспечению правопорядка. На 10 тысяч жителей 11 преступлений. Это хороший показатель для региона. По итогам прошлого года безопаснее всего оказалось жить в Яльчикском и Комсомольском районах. Ну а больше всего преступления совершали в Козловском районе и Чебоксарах. В основном в 2014 закон нарушали те, кто уже делал это ранее. А стимулирующим фактором нередко был алкоголь. Несмотря на стабильную криминогенную обстановку, стражи порядка не расслабляются. В результате проделанного фактора безопреченных 648 лиц, совершивших свыше 9 тысяч противоправных дел, в числе которых 75 убийств, 200 фактов умышленного причинения театра вреда здоровья, 49 разбойных нападений, 301 бородеж, почти 2000 каши. Выявлены и включены к ответственности на лица, совершившие 662,5 тысячи административных разрушений. Активная борьба шла и с преступлениями в сфере экономики. Как результат 100 уголовных дел. Среди них 48 преступлений, совершенных лицами, ответственными за реализацию государственных целевых программ. Кроме того, выявлены 492 преступления коррупционной направленности. По борьбе с коррупцией, в принципе, факты, они выявлены и показывают, что у нас хорошее. И воспрещение ущерба составило на сумме 523 миллиона рублей. Одно дело привлекается уголовной ответственности, и другое дело размещается причиненный материальным ущербом и государству, и всем тем, кто пострадал. Есть и проблемные моменты. Министр внутренних дел обратился к членам совета с просьбой сохранить финансирование программ правоохранителя направленности. Ведь речь идет о безопасности жителей региона. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика.